Спортзал 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 Оглашаются листы дела 213-215 Это показания Рамоновой Дианы Каспалатовны От 25 октября 2004 года Она пояснила, что 1 сентября утром вместе с сестрой Марианной и подружками пошли в школу номер 1 города Беслана, где должна была состояться праздничная линейка. Пояснила, что раньше она с сестрой училась в этой школе. Мама в тот день тоже пошла с братом Эрбеком в школу номер 1, но они вышли раньше нас. Примерно в 9 часов началась торжественная линейка, проходила во дворе школы. В это время находились все на баскетбольной площадке, которая тоже находится во дворе школы. В 9.15 на нас напали вооруженные мужчины. Были и женщины, некоторые из них были в масках с прорезями для глаз. Я видела 10 мужчин и одну женщину. Они стреляли вверх из оружия и загоняли присутствовавших на линейке вглубь двора школы. Меня схватила за руку одна из вооруженных женщин и сказала мне, ты пойдешь со мной. Я вырвалась из ее руки и убежала с территории школы в направлении переулка школьных. Затем я прибежала домой, где встретила папу и рассказала ему, что на школу напали бандиты. После этого я находилась дома. Я думаю, что женщина, которая схватила меня за руку, хотела меня отвезти вместе с остальными в школу, чтобы удержать там в заложниках. Если бы я не вырвалась из ее рук и не убежала, то она это сделала бы. 3 сентября после освобождения заложников я узнала, что моя мама и брат были ранены и их отвезли в больницу. А моя сестра Рамонова Мариана была убита бандитами. Больше мне ничего не известно. Оглашаются показания в томе в 81-м на листах дела 11.13. Это показания Зангиева и Марины остимированы от 20 декабря 2004 года. Она пояснила, что 1 сентября 2004 года мой сын Зангиев Аркадий и моя мама пошли на линейку в школу номер 1. Примерно в 9 часов 25 минут я услышала доносившиеся со двора школы выстрелы. Побежала в школу, но меня не пропустили туда милиционеры. От убежавших со школы учеников я узнала, что в школу захватили террористы. 1-3 сентября я находилась около школы, переживала за своего сына и маму и других заложников. Днем 3 сентября 2004 года в школе произошли взрывы, откуда стали убегать дети. Примерно в 14 часов Аркадий позвонил домой, что он находится в больнице. Я нашла сына, а мою маму нашли среди погибших в городе Владикавказе. Оглашаются показания в томе 82 на листах дела 230-231. Это показания Герасимова Александра Александровича от 19 ноября 2004 года. Он пояснил, что я, Герасимов Александрович, был призван на военную службу военным комиссариатом Лефортовского района города Москвы. Проходил ее в войсковой части 3499 и был командирован в город Беслан. Он поясняет на вопрос, пострадал ли он. Он говорит, что и в его подразделении кто-либо пострадал. Он говорит, да, пострадал старший лейтенант Целовальников, был ранен плечо. А ему, значит, было, он получил ранение, закрытую черепно-мозговую травму, баротравму. Но гражданский иск в связи с причиненным вредом он не желает заявлять. Оглашаются показания потерпевших в томе 83 на листах дела 160-163. Это показания Голоднева Игоря Сергеевича от 13 января 2005 года. Значит, он пояснил, что 1 сентября, он учится в 8 классе школы номер 1 города Беслана с 1 класса. 1 сентября примерно в 8.45 вышел из дома, пошел в школу со своим соседом, одноклассником Калоевым Русланом. Значит, поздоровались, стояли они там с друзьями. И в это время он увидел, как возле ворот школы со стороны Коминтерна остановилась автомашина ГАЗ-66 цвета хаки, из которой вылез мужчина в военной форме, бородатый, в военной кепке с оружием в руках. Я разглядел, что оружие было у него с оптическим прицелом и глушителем, так как я видел, как этот бандит выстрелил в одного мужчину, который стоял возле ворот школы. Однако звука выстрела я не слышал. Увидев это, я с Русланом побежал в сторону переулка школьной, перепрыгнул через забор школы и забежал в какой-то частный дом, где живет какой-то старик. В это время я слышал выстрелы и взрывы, и мы спрятались. Мы спрятались в это время в огороде, указанного домовладения разорвалась граната. И поломались стекла в доме. Мы просидели в этом доме примерно до 13 часов, пока нас не забрал отец Руслана. Затем мы узнали, что нашу школу захватили террористы и держат заложников, которые были во дворе школы. В результате указанных преступных действий мне был причинен моральный вред. Никаких телесных повреждений он не получил. Все показания потерпевших, которые хотели огласить, значит, огласили, оглашены. Ваша честь, мы просим перейти к допросу свидетелей, которые согласно списку обвинительного заключения. Значит, на сегодня приглашены были 12 свидетелей, но, как установлено, явились двое. Я предлагаю допросить, перейти к допросу свидетелей и допросить явившихся. С учетом мнения стороны обвинения о том, что необходимость в дальнейшем оглашении показаний потерпевших от Павла и в соответствии с определенным порядком исследования судебных доказательств Суд переходит к допросу свидетелей. У нас вызваны были сегодня свидетели. Явились свидетели Ушаковы, Буковы. Пожалуйста, пригласите свидетеля Ушакова. Пожалуйста, назовите фамилию и имя отчества. Ушаков Станислав Викторович. Число, месяц, год рождения. 16 ноября 1980 года. Место жительства. Беслан. Улицу. Коминтерна 58. Квартира 6. Место работы. Не работаю. Скажите, Ушаков, Ваше отношение к подсудимым, Вы знакомы с ним? Нет. В соответствии со статьей 56 Уголовного процессуального кодекса разъясняется Ваши права. Вы вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, близких себе родственников. Давать показания на родном языке или языке, которым Вы владеете. Пользоваться переводчиком бесплатно, заявлять отвод переводчика, участвующему в допросе. Заявлять ходатайство, приносить жалобы на действия бездействия суда. Являться на допрос со своим адвокатом. В соответствии с частью 5 ст. 189 Уголовного процессуального закона. Ходатайство это применение мер безопасности. В соответствии с Уголовного процессуального закона. Кроме того, Вы предупреждаетесь в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний. В связи с чем, пожалуйста, дайте саду подписку. Свидетель Ушаков, Вам предоставляется право дать показания по существу дела. Пожалуйста. Станислав Викторович, кто еще на вашей семье оказался этого вопроса? Сестра. Вы как-то там взялись. Как я сухой. Утром она собралась в школу, я как раз пока еще спал. Позвонил брат, позвонил брат, и мать спросила, где сестра. Мама сказала, что она пошла в школу. Она меня разбудила, ну и брат сообщил, что произошел захват школы. Все в панике, везде, ну там стреляют со стороны школы. Потом мама разбудила меня, и мы направились к школе. Ну там стояло отцепление, не пропускали ни машины, ни людей. Ну говорили, что обстреливают, и чтобы никто не выходил за отцепление. Там, что еще? Все это время где вы находились? Вот за отцеплением. 3 сентября что-то было? 3 сентября мы находились в районе Дворца культуры, в Беслане. И потом, когда произошел взрыв, началась стрельба, люди начали туда-сюда метаться, что в школу взорвали. Потом начали детей носить на руках. Также перекинулась стрельба на Октябрьскую, по-моему, там тоже в районе Октябрьская стрельба шла. Потом мы, когда увидели, что скорые помощи начали подъезжать и ввозить детей, мы с друзьями пошли в больницу искать сестру. В городе, в детской больнице. Повреждения какие у него? Повреждения. На одной ноге раздроблена кость была, Элизарова поставили аппарат, на другой ступня перелома, осколки в районе позвоночника, потом ранено плечо было, сквозное ранение. Потом осколок попал вот в эту часть, в скулу, выбил зуб, и зуб попал на пазуху, это оперировал в Москве. Так, что не входит, а хотите вы еще в этот добор? Не знаю, что еще сказать. Станислав, а скажите, когда вот взрыв произошел, где вы были находились в этот момент? В районе Творца Культуры. То есть вы не видели, как оно произошло, из-за чего взорвалось, да? Нет, не видел. И еще, а наблюдали, когда вот пожар, и когда крыша обвалилась в спортзале? Нет, мы когда туда уже ближе начали подпускать, то там только подпустили вот до Октябрьской, где вход, ну, дорога идет в сторону школы. То есть вы сами очевидцами не были в событии? Нет. Скажите, пожалуйста, а в это время, в эти первые три дня, в первых лет, вы не видели никого там? Кто-то говорит, сколько заложников, что? Ну, только если средства массовой информации, вот им давали информацию по телевизору. Я сам... Нет, я только слышал от этих, от корреспондентов, что было 354, ну, вот в районе Творца Культуры, 2-го числа. По-моему, 2-го числа 354, или где-то, да. Ну, так разговаривали, потому что потом спрашивали, это точно, не точно, еще в неделе выясняли. И что выяснили? Точно? Ну, потом, по-моему, сообщили, что там гораздо больше людей. Не 350. Потом оказалось, да, может, больше не сообщили? Гораздо больше оказалось. Казалось? Да. А вот сам процесс штурма вы не наблюдали? Нет, туда никого не подпускали, из гражданских. То, что бывало, не знаете, да? Нет. А пожарных вы там видели? Видели, когда уже более-менее стихло, вот, обстрел. Когда вот выезжали пожарные, но сколько машин было, я не помню. После взрыва уже? Да, это уже было после взрыва. А что такое время? Может, через час даже, я не понял. Ну, когда вот уже начали подпускать, вот, где въезд в сторону школы, на Октябрьской. Вот тогда. Это уже люди выбегали из школы? Нет. После того, как выбегали? Нет, это не когда выбегали. Когда выбегали, там еще стреляли, и людей не пропускали. Там люди, наоборот, вот, кто в больницу бежал, кто, когда стрельба раздалась на... Бежали из зала, из школы бежали. Нет. Вообще, вот, все, когда услышали, что скорые возят пострадавших, кто ранен, кто как пострадал в больницу нашу. И все люди ринулись. Половина туда ринулась, другие стояли, еще ждали. А вот выстрелы, вы слышали, кроме взрывов в самой школе, какие будут выстрелы, какие из тяжелого оружия слышали? Из тяжелого, из тяжелого, только если вот подствольные гранатометы разрывались, выстрелы с подствольного гранатомета. А вы не поняли, кто куда стрелял? Со стороны, по крайней мере, по-моему, со стороны школы стреляли, разорвалось около детского сада, ручеек. В районе него взорвалось. А танки же вы видели? Танки уже потом видели. Вот когда уже ехали сестру в городе искать, тогда. Это было... Так, сейчас. Ну, уже темнело, когда мы в город ехали. И что там китело? Ну, они стояли около... Вот там сейчас, там вот хозмак есть, вот чуть дальше от строящейся школы. Только, ну, на другой... То есть они стояли, а стреляли нет, вы не можете сказать, да? Нет, я не могу сказать. Нет вопросов. Вопросы можно решить? Нестав, скажи, пожалуйста, вот ты сейчас говорил с грандометов и с танка выстрелы, а ты служил или как? Ты можешь отличить... С подствольного? Я сказал с подствольного. Да, ты не говорил, с танка не... Нет, он говорил, что с танка ближе, когда темнело, выстрелы слышал. Нет. Они просто стояли. Только стояли, да? Я видел, что стояли танки. Выстрелы не слышал? Нет. Славик, вот вокруг дворца собирали списки всех, кто мог оказаться в школе. Ты записывал свой... Я записывал около... Вот, где бензоправка Дельта. Там тоже списки составляли, я там записывал. Кто там есть? Какой номер не помнишь, а? Нет, номер, я не помню. Но то, что записывать, я записывал. Еще такой вопрос. Вот ты был возле дворца, я помню тебя, ты был возле дворца. Вот когда выходил Тудаев, когда выходил Хадиков, выходили депутаты, ты присутствовал, когда они выходили и говорили. И третьего часа, двенадцать часов, когда вышел Засохов. Ты когда был, ты помнишь этот момент? Я тогда во дворец культуры не попал, там очередь была. И вот снаружи стоял, слышал, что там Засохов выступал. Сам рядом не был? Нет. Подсудимый. Все, присаживайтесь. Можете выйти, да, можете присесть. Пожалуйста, пригодите свидетеля Ушакова. Букоева. Пожалуйста, назовите фамилию, имя, отчество. Букоев Руслан Хазбатрович. Букоев Руслан Хазбатрович. Число, месяц, года рождения. 24 декабря 54 года. Место жительства. Город Беслан. Место работы. Мастер. Улицу, назовите, пожалуйста. В смысле, жительства? Да, место жительства. Коминтерна 26. Место работы. Мастер в коммунальном. Место работы. Букоев Руслан Хазбатрович. Букоев, ваше отношение к подсудимому, вы знакомы были ранее с подсудимым? Нет. Нет. В соответствии со статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса вам разъясняются ваши права. Вы вправе отказать свидетельствовать против самого себя и близких своих родственников. Давать показания на родном языке или языке, которым вы владеете. Пользоваться услугами переводчика. Бесплатно заявлять ходатайство. Принесить жалобы на действия бездействия суда. Являться на допрос с адвокатом. В соответствии с частью 5 ст. 189 Уголовно-процессуального закона. Ходатайство это применение к вам мер безопасности. Кроме того, вы предупреждаетесь в соответствии со статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. В связи с чем дайте подписку суда, пожалуйста. Свидетель Буквой вам предоставляется право дать показания по существу дела. Пожалуйста. Ваша честь, я ехал сюда по повестке, как бы представлять интересы пострадавшего, моего сына, девятиклассника, оказавшегося в теракте в школе номер один. Он сам не может это делать. Поэтому здесь меня определили как свидетели. Не знаю, насколько мои свидетельские показания не могут быть интересны. Мне было проще, если вы, наводящими какими-то вопросами, мне помогли. Луков, свидетелем вас не судо определило, свидетелем вас определило следствие. В принципе, девушка записала как свидетели. Поэтому, пожалуйста, прокуратура, задавайте вопрос. Руслан, кто членом вашей семьи оказался в телевидении? Мой сын девятого класса, Станислав Русланович, вышел оттуда с тяжелейшими ранениями. Живой, но очень тяжелые ранения у него были. Сами когда вы узнали захват? О захват я узнал буквально 8-17. Буквально я должен был выехать со двора. Да, 9-17. Я должен был выехать по производственной необходимости со двора. Да, это работа моя буквально в 50 метрах от школы находится. И когда в небе появились шары и очереди автоматные, то восприняли как салют или что-то такое. Хотя было как-то удивительно, как автоматными очередями. И тут забежали рабочие озеленения женщины с плачем, с криком, что вот так школу захватили. И это было буквально 9-17. Я бы по часам запомнил. Ну, все выскочили на улицу. Ну, что можно предпринять? Вообще, что происходит? И толком-то еще не знали. Ну, дальше происходила стрельба. Все стреляют, милиция стреляет. Куда стреляют? Я находился там рядом, без оружия, но рядом. Все просили присядьте на колени. Помню момент еще такой ужасающий, что вот как раз в этот самый разгар поезд остановился, там 6 цистерн с пропаном. Они как раз со станции вышли и в город шли. И вот как раз против школы они стали, скорее всего, полные. Это еще людей тоже, кто рядом был, ужасало. Боже мой, один выстрел по цистерне. Бог знает, что там вокруг будет. А так в поле вашего зрения школы не находилось? В принципе, она не может находиться. Там такой проулок маленький, частные дома и вот сад. Ну, это буквально 50 метров, не больше. Сына когда он это обнаружил? 3-го числа обнаружили вот в Великтоциньковской больнице. Ну, искали по всем больницам, но нашли где-то часов в 7 вечера. КПСП. В КПСП, да? Да, у него была разорвана гортань. Вреждение. Поражены сзади. Болт в легкие попал. Болт? Болт, да. И такие мелкие ранения. До сих пор еще три осколка из тела. А сейчас состояние его? Ну, удовлетворительное. Живой ходит. А так чисто психически. Вот сюда его уговаривали тогда по повестке прийти. Он, когда видит вот этот телевизор, вот даже вот суд или что, у него же пена изо рта идет и руки дрожат вот так вот. Требует выключить это все. Скажите, пожалуйста, вот когда 3-го числа штурм был или когда взрывы произошли, вы где находились? Вы знаете, вот... Не спать и вот должен был принести лекарства. И когда назад возвращался, вот я услышал взрыв. Ну, а потом там разгорелось такое, что по нашей улице, по Коминтерно, они же уже запрещали ехать. Ну, стрельба страшная. Даже людей я человек 16 домой вогнал, у меня частный дом, чтобы могла простреливаться от этой улицы. Ну, и вот вы наблюдали, как очевидец, вот дальше, что вот взрыв, стрельба. Стрельба, люди, потом машины по моей улице, сокровавленные детьми. Вот открытые там, зад машины какой-то, ноги торчат. Вот это сам в больнице искал своего. Вы там уже числа 3-го, да, пошли искать? Да, 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 конечно. Когда же вы искать? Вы в больницу пошли, не в школе, да? Я побежал на... У меня больница рядом, 20 метров моя. Сперва там искал. И там нашли, да? Нет. Потом я родственникам позвонил во Владикавказ, ищите в той, в 3-й, в 4-й больнице. И пока в обход объехали, так-то не пускали по трассе. Мне уже по сотовому сказали, что ваш сын там-то и там-то. Я тогда подъехал сюда, к Электроцинкевской. То есть вот самого, значит, спасения, штурма, пожара вы не видели, да? Нет, как его спасали, нет. Просто с рассказа и его одноклассницы, что у него вообще-то зеркальное расположение всех органов вот в обратном порядке, говорит, когда его с разорванным вот гортанием нашли, МЧС, подобрал, и вроде послушали его, и сердце не бьется. И вот она, говорит, сказала, что у него справа сердце, одноклассница. И тогда его взяли все-таки, как живого, и тогда сюда перевезли. Вот со слов ее одноклассницы. У него действительно с правой стороны? Да, у него зеркальное отображение всех органов внутри. Серьезно. Ну, что потом шутило, все меня застрелили, говорит, у меня сердце справа, я... Представители потерпевших. С первых дней я был... Сперва не выходили, не выпускали со двора коммунального. Там приходилось слушать первые известия, конкретно, на людях. Вот, может, вас интересует, первые же эхо Москвы передало, что в Беслане захвачена школа 157 человек. Вот это было самое первое. Еще вокруг же меня все работники подходили, что... Как можно, о чем говорят? Там что, только первые классы были, и вторые, что ли. Там такая большая школа. На 600 с чем-то человека считанные, а больше 900 человек училось. Ну, там списки-то потом около дворца кто-то делали, что-то, но я не вникал. Вообще, зачем это нужно было мне? Я просто удивился, что 157 человек. Вот это была первая цифра. Потом через часа три уже 354 прозвучало. Кто это был? Радио, радио. Вот я только по радио и мог ориентироваться. А на радио? А кто знал? Яхал в Москву, в машине работаете. Тоже могу знать. Вы говорили, что стреляли очень сильно, да? Да, интенсивная стрельба по улице. Вы знаете, ну, это в сторону БМК, если бы в Ислане кто-то был, я в той стороне, пока Минтерна. И выше Росфосторга не пускали уже идти. Я-то бежал искать своего ребенка, может, в спортзале, и что-то. Категорически уже нельзя было, и било явно орудие какое-то мощное, содрогало все. И потом на улице стали так, местами, вот, отдельные работники милиции, или кто по три за деревьями, за тополями. Ну, и людей приходилось загонять уже в дома, потому что явно она вот-вот простреливалась. Вот, 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 вот Нет. Но там ощущение было такое, как на фронте ты находишься посреди. В какое время? Ну, это было после взрыва. Сразу же. Не убыли? Да. Воочию я не видел его танк этот. Я не слепой, не глухой. Да. И примерно могу оценить из подствольного гранатомета или из танка дать. Ну, оцените. Ну, я оценивал. И это танк был. На мой... А как больше могу дать, ребята? Ну, и на жену. Но я не могу сказать. Зачем? Врать буду. Ну, если танк стрелял, он мог стрелять по аэропорту? Маловероятно. А как положить? Куда же он стрелял? Ну, наверное, по школе и стрелял. Потому что... Другой объект был там? А? Другой объект был, куда стрелять? А куда можно было там стрелять? Разве что кому-то интересно было там по заправке стрелять чуть ниже. Я сомневаюсь. Да, да. Да, и последний раз я слышал этот танк, когда стрелял. Я приехал с больницы. Четыре минуты первого. Я остановился около администрации. Высадил там работника. Посмотрел на часы. Было четыре минуты первого. Ночи. И тогда? Вот тогда он, я вот так, как сейчас, перед Богом, перед всем, говорю, что да. Четыре минуты первого. А тогда между... После взрыва? После чего моя сестра отказалась даже, чтобы я ее не повез коротким путем до дома. Покурор говорит, ночью точно стрелял, а днем не точно стрелял? Ну, днем, видите ли, я вот днем в этой... Ну, навряд ли я обошибся тоже. Ну, что я же, что-таки, и в армии был. Ну, а так точно будет, что из чего-то тяжелого, такого-то оружия... Ну, там мне трудно судить. Я могу подствольный гранатомет отличить. Ну, вы сказали, что... Ну, мне ощущение было танк. Это из танка. Я... Ощущение мое из танка. Вы поняли, что это... Ну, он ответил уже, что это был танк. Уже... Ну, что мы еще... В протяжении трех дней вы видели пожарных? Ну, около дворца, там было такое цепление, да, что... Ну, где я мы их видел? Не видел. Скажу, не видел. Не видели. А на третий день не видели пожарных? На третий день с утра, значит... Может, и видел, но не зафиксировал. Скорее всего, нет. Скорее всего, не скажу что-то. Ну, как горел спортзал? Причем в таком состоянии я был, что... Лучше не опишешь и не... Как горел спортзал? Я как раз шел, возвращался из дома обратно, по пути раздался взрыв. Поэтому в спортзал я не мог видеть в этот момент, находиться около. Спасибо. У терпевших есть вопрос? Подсудимый. Подвокат. Все, можете идти. Объявляется перерыв на 8 сентября. В ноябре. А я что сказал? Не, я написала. А, сейчас определимся. Конечно, ко мне. Или мне... Иди лучше, я тебе спусти. Я, конечно, по-настоящему. Я, конечно, по-настоящему. Нет, ну, вы, я тебе... Не, ну, вы... Поездки. Ну... Есть такие? Нет? Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok